Здравствуйте! Это программа Диалог. Меня зовут Виктория Алексеева. Сегодня в гостях студии Евгений Владимирович Дерягин, командир ОМОН города Сургута, управления Росгвардии Пахмау-Югре. Полковник полиции, здравствуйте! Здравствуйте! 21 февраля на базе ОМОН будет День открытых дверей. Расскажите, насколько часто вообще это мероприятие проводится и почему так открыто? День открытых дверей – это как одна из форм военно-патриотического воспитания, где молодежь может прийти, пообщаться вживую с сотрудниками, приобщиться, так сказать, к истории отряда, пощупать своими руками оружие, посмотреть технику, ну и быт сотрудника спецподразделения. В дальнейшем, как показывает практика, большинство из этих граждан, которые к нам приходят на Дни открытых дверей, со временем, после прохождения армии, они возвращаются к нам уже, ну только в строй. И, соответственно, понимают, чем мы занимаемся, как мы занимаемся, какой у нас быт. Поэтому день открытых дверей проводим, он как раз 21-го числа будет в честь празднования Дня защитника Отечества. Приурочен. Да. Любой желающий может прийти, то есть ограничений никаких нет? Нет, ограничения есть, потому что любой желающий может прийти, но по согласованию. Соответственно, у нас есть, так сказать, представители военно-патриотических клубов, также военно-патриотических организаций, с которыми мы работаем довольно-таки уже успешно, не первый год, и иногда проводим в них занятия. И, соответственно, только те люди, с которыми мы общаемся, с которыми у нас есть живой диалог, соответственно, по их заявкам, кто из молодежи придет, мы включаем заявки, количество людей, и, соответственно, приглашаем. Также, соответственно, приходят дети сотрудников отряда, и те гости, которых приглашаем мы, потому что размеры нашей, так сказать, пункта постоянной дислокации небольшие и не могут вместить город весь в целом. Что можно будет увидеть, услышать, узнать? Ну, день открытых дверей у нас, ну, торжественно начинается с построения, вручения. Кроме того, конкурсов был объявлен детских рисунков среди подразделений Росгвардии. Будут награждаться дети, которые принимали активное участие в этом. Соответственно, ну, и, кроме послепостроения, будет организована демонстрация вооружения, военной техники, и проводится для молодежи, ну, подрастающего, так сказать, поколения, различный конкурс, который, ну, говорить сейчас не буду, иначе потом будет неинтересно. Правильно я понимаю, на дне открытых дверей подразделения можно будет узнать о работе ОМОН? Ну, соответственно, да. В части касается, что можно будет довести до гражданского персонала, соответственно, это все будет доведено, будут показаны видеофильмы о нашей работе, о наших, так сказать, буднях. Все это будет продемонстрировано, на интересующие вопросы также будут даны ответы. Что такое работа в ОМОН, вот на Ваш взгляд? Ну, работа в ОМОН, это, так сказать, судьба человека, так сказать, который выбирает эту профессию. Как в своем фильме было, я правильные книги в детстве читал. Соответственно, те люди, которые были в свое время правильно воспитаны и готовы служить Родине, они не служат в отряде, это люди с большой социальной ответственностью, которые от рядового до офицерского состава никогда не пройдет мимо, когда если где-то совершается какое-то преступление или правонарушение. Расскажите, как проходит Ваш рабочий день и рабочий день обычного рядового сотрудника? Ну, мой рабочий день практически от рядового сотрудника ничем не отличается. Начинается он согласно регламенту рабочего времени, после построения, планирования, доведения задач. И, соответственно, с расписанием занятий проводятся занятия по служебной, боевой подготовке. Потому что как сотрудник, как руководитель, управленец по направлению деятельности, руководитель, кроме того, должен еще управлять и планировать, боец должен уметь стрелять, уметь применять свои навыки в различных ситуациях, ну, каждый по предназначению. Хорошо, работа 24 на 7. Насколько далеко приходится выезжать территория? Ну, так сказать, плечо оперативного применения наше порядка 800 километров в каждую сторону. Ну, то есть весь Хантамансийский округ мы задействованы по всему Хантамансийскому округу. Ну и при определенных задачах можем выезжать и за пределы Хантамансийского округа по всей России, в том числе и с КФО. Плюсы и минусы работы в ОМОН, насколько престижным подразделением является в структуре Росгвардии? Ну, в структуре Росгвардии, я так понимаю, что одни плюсы, потому что, ну, особенно в спецподразделении. Потому что человек не только занимается своим любимым делом, это такие, как физическая подготовка. Некоторые, ну, с кем встречаемся в спортзалах, им время нет на то, чтобы заняться, в бассейн сходить или просто физической подготовкой позаниматься. У нас это входит в расписание занятий. Кроме того, пропадаем на полигонах постоянно с оружием. Ну, это работа для настоящего мужчины. И минусы тут сложно искать. Ну, понятно, есть минусы такие, как плана, что если длительные командировки, это, ну, отлучение от семьи, ну, долго не видишь. Ну, это может быть один из минусов. А остальное, я думаю, что это одни плюсы. Как попасть к вам в подразделение? Нужны ли для этого какие-то особенности? Особенно физическая подготовка, пол, рост, что-либо еще образование? Ну, основные критерии для приема на службу в отряд мобильного самозначения это обязательно общее среднее образование не ниже 11 классов, обязательно служба в рядах вооруженных сил и отсутствие судимости как у самого кандидата, так и у его близких родственников. Физическая подготовка, соответственно, должна быть на высоком уровне. Ну, критерии такие, что если человек собирается поступать в отряд отряд мобильного самозначения, соответственно, он и должен быть готов. Как таковых там суперспособностей иметь не надо, достаточно там 18 раз подтягиваться, все остальное делать по 60 раз. Любой, так сказать, гражданин, который занимается физическими нагрузками, для него это не предстает какой-то сложности. Но самое главное, небольшое, это большое желание служить в этом подразделении. Потому что у нас приходили и со слабой физической подготовкой, но желание служить в нашем подразделении, оно его все равно возвращает и стимулирует на то, чтобы поднять свой уровень. Где находится база ОМОН? Какие объекты на ней действуют? Завершился ли вообще процесс строительства, насколько я помню, он шел? Вот какая стадия сейчас? Ну, наш пункт постоянной дислокации находится на профсоюзах 58. Первая очередь строительства, она завершена в полном объеме. Вторая и третья очередь, она сейчас идет на согласование. Основное административное здание, оно действует. Там практически только для поддержания. А остальные у нас такие, как боксы, тир и много других сооружений. Ну, пока идет согласование, вопрос там сложный. И поэтому пока сдвигов в этом направлении нет. Спасибо за беседу. В гостях в студии сегодня был Евгений Владимирович Дерягин, командир ОМОН города Сургута, управления Росгвардии Пахмау-Югре. Меня зовут Виктория Алексеева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!